Девушки отдыхают Австралия считает, что Россия дискредитирует расследование по делу о крушении самолёта. По мнению Джулии Бишоп, Москва не имеет права ставить под сомнение легитимность следственной группы, которая была создана в соответствии с резолюцией Совбеза ООН. Мы предложили российским властям начать переговоры, и мы будем добиваться признания России ответственности за её роль в том, что самолёт был сбит. И мы будем добиваться выплаты компенсации от имени семей погибших. Мы полагаем, что на Россию будет оказано серьёзное давление с тем, чтобы она признала свою ответственность. Но мы и наши партнёры рассмотрим все варианты для того, чтобы поведение России было признано чудовищным и неприемлемым. Заявление австралийского министра стало ответом на вчерашнее высказывание Владимира Путина. Президент России заявил, что страна не причастна к катастрофе. Напомню, согласно расследованию международной следственной группы, пассажирский лайнер, выполнявший рейс Амстердам-Куала-Лумпур, был сбит над Донбассом из установки БУК, принадлежащей 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО из Курска. Следователи также установили, каким образом комплекс транспортировали в Украину. А независимая расследовательская группа «Беллингкет» назвала имена двух российских военных, которые участвовали в операции. После этого Нидерланды и Австралия возложили на Россию ответственность за катастрофу. Их позицию поддержали Евросоюз, США и НАТО. Напомню, при крушении Боинга погибли все 298 человек, которые находились на борту самолета. Все родственники пассажиров ожидают правосудия. И они хотят знать, почему российская армия стреляла в пассажирский самолет. Какими бы целями они ни руководствовались, они не имели на это права. Поэтому мы хотим справедливости. Ее хочет и наше правительство, и правительство Австралии. Суд в Кемерове продлил срок задержания главе местного МЧС на трое суток. Александру Мамонтову и руководителю одного из отделов ведомства Григорию Терентьеву предъявлены обвинения в халатности и растрате. Следственный комитет утверждает, что они не провели проверку торгового центра «Зимняя вишня» на соблюдение требований пожарной безопасности. Хотя точно знали, что она необходима. Кроме того, Мамонтов, как полагают следователи, похитил из бюджета МЧС более полутора миллионов рублей. В ведомстве признали, что последняя реальная проверка сгоревшего комплекса прошла в 2012 году. После этого ревизии носили исключительно формальный характер. Напомню, при пожаре в «Зимней вишне» погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. По делу арестованы 8 обвиняемых. Финал футбольной лиги чемпионов пройдет сегодня в Киеве. На стадионе «Олимпийский» встретятся испанский «Реал» и английский «Ливерпуль». Игроки обеих команд уже прибыли в украинскую столицу, а футбольные фанаты начинают собираться у стадиона. За порядком в городе будут следить 10 тысяч сотрудников полиции. В центре Киева перекрыто движение транспорта. Сегодня на три часа закрыли несколько станций метро из-за сообщения о заложенной бомбе. Полиция проверила подземку, но угроза не подтвердилась. К слову, метро сегодня будет работать на три часа дольше обычного, а болельщикам пообещали бесплатный проезд. Из-за соревнований в Киеве резко выросли цены на аренду квартир. Одна ночь идет по стоимости четырех месяцев. Что же касается гостиниц, то все номера в них были выкуплены задолго до проведения матча. Власти Эстонии заявили об отмывании через банки страны миллиардов долларов из России. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на главу финансовой разведки Эстонии. По его словам, речь идет о подозрительных переводах денег и ценных бумаг. Сделки проводились с использованием нерезидентских счетов компаний, которые в основном базируются в Великобритании. При этом в ведомстве признались, что у следствия недостаточно улик, чтобы возбуждать уголовные дела. Напомню, в апреле британские СМИ сообщили, что на офшорных счетах в британских заморских территориях россияне хранят 34 миллиарда фунтов стерлингов. Эта сумма в пять раз превышает объем средств, которые граждане России разместили в самой Великобритании. Лидеры Южной Кореи КНДР встретились во второй раз. Встреча Ким Чен Ина с южнокорейским президентом Мун Джи Ином прошла в приграничной зоне. Политики обсудили грядущий саммит в Сингапуре 12 июня. На него должен приехать президент США Дональд Трамп. Правда, позавчера он отменил переговоры, как он выразился, из-за враждебности Пхеньяна. Однако позднее заявил, что продолжит диалог с КНДР. А также выразил надежду, что встреча состоится и при необходимости будет продлена. Это главные новости к этому часу. С вами была Фарида Курбангалеева. До встречи.